Приветствуем вас в студии Дигитарк. Сегодня мы поговорим о фестивале мнений. И у нас в гостях представитель фестиваля мнений Екатерина Калиничева. Здравствуй, Катя. Здравствуй. Очень рада тебя видеть в студии. Фестиваль мнений уже не первый раз проводится в Эстонии. А в какой, кстати? Фестиваль мнений уже проводится в седьмой раз. И в этом году он пройдет в начале августа 9-10 числа. Наверное, мало найдется людей, которые не слышали о том, что такая вещь есть в фестивале мнений, но не лишним будет повторить, что это такое и зачем он проводится. Да, фестиваль мнений — это такая площадка, куда приходят люди, которые готовы обсудить какую-то тему, какую-то проблему. И проходит он каждый год в Пайде. И, в принципе, цель фестиваля мнений — это развивать культуру обсуждения, то есть соединить людей из разных сфер, как предпринимателей, так и представителей государства, так и обычных граждан, где они могут приехать на два дня в Пайде и обсудить темы с разных сторон. А вот эти вот люди, которые туда приезжают, они приезжают уже подготовлены? Они знают, о чем они хотят услышать, о чем они хотят спросить? Как готовится программа? Программа готовится... Каждый раз начинается в начале года сбор идей. Это открытый сбор идей. Каждый может и простой гражданин, и какое-то недоходное объединение, и большая крупная организация, или, например, политическая партия, прислать свою идею для обсуждения. И потом уже команда фестиваля смотрит эти идеи, компонует их по разным темам, распределяет их по площадкам, соединяет людей, которых интересует одна и та же проблема, и получаются, можно так сказать, организаторы площадки или организаторы обсуждения. До фестиваля мнений эти люди встречаются, они ищут участников своих дискуссий, они думают, кого пригласить, в каком формате сделать свое обсуждение, потому что просто сделать панельную дискуссию — это легко, но фестиваль мнений заинтересован в том, чтобы были различные формы дискуссии. И, конечно, самое главное, что фестиваль организуют те люди, которые представили идею. Это еще одна важная часть, то есть не только хотеть обсудить, но и быть готовым, заниматься этим и в течение полугода организовывать эту площадку. Вот в этом году какие такие самые, может быть, горячие темы, которые беспокоят общество, выплыли? Ну, самое главное — это, конечно, то, что весь фестиваль будет проходить по теме будущего, то есть будут говорить и о будущем образовании, и о будущем рынке труда, и о будущих климатических условиях, то есть все, что связано с будущим, и многие дискуссии как раз-таки заглянут туда, будут говорить о высоких технологиях и так далее. Например, очень будет одна из популярных тем — это климат, окружающая среда. И, например, в пятницу день фестиваля закончат как раз дискуссия с президентом, где она вместе с молодежью будет обсуждать эту тему. Вот, кстати, по поводу молодежи, детей, очень часто на фестиваль приезжают и семьями, и молодые люди, те, кто приедут первый раз, чтобы они понимали, как все это происходит, что это не просто сесть на стульчик и послушать дискуссию. Что еще интересного происходит на фестивале? Да, действительно. Ну, во-первых, просто сесть не получится, и даже не получится, может быть, проходить целый день в одной обуви с нашей погодой, то есть люди берут с собой рюкзаки с открытой обувью, с сапогами, зонтиком и так далее, с плетом, где можно посидеть на травке или полежать и послушать какую-то дискуссию. Для молодежи будет каждый год вообще есть отдельная молодежная площадка, и, например, якобы представители кассовой безработицы мы помогаем в этом году организовать эту площадку для молодежи, больше для подростков и старшеклассников, где они уже тоже смогут обсуждать, например, со взрослыми или даже между собой какие-то темы, темы будущего. Но также для маленьких детей каждый год на фестивале есть такая детская площадка, где с ними занимаются воспитатели, то есть родители, в принципе, могут спокойно оставить детей и пойти послушать дискуссии. И даже есть для животных такая площадка, где можно ставить свою любимую собачку и тоже спокойно послушать дискуссии. Это, на мой взгляд, прекрасный способ провести пятницу-субботу с семьей, с друзьями в любом формате. И, конечно, мне очень приятно, что Телия тоже который год поддерживает фестиваль мнений. У нас на площадке, конечно, мы будем обсуждать технологии, но и не только. Я хочу сказать, что мы будем обсуждать и будущее медиа, каким оно будет через 10 лет, через 20 лет. Мы поговорим о технологических предсказаниях, которые не реализовались, затронем такие не самые успешные проекты, поговорим о хайпе. И в один из дней мы поговорим, например, о девочках и о женщинах в технологическом секторе. Я думаю, что это ИК-суб по безработице некоторым образом затрагивает, потому что вы заняты профориентацией людей. Что бы ты сказала людям, которые еще принимают решение, поехать на фестиваль мнений, не поехать на фестиваль мнений? Что могло бы быть с тем аргументом, которое перевесило бы в пользу «за»? Но сколько раз я не видела людей, которые в первый раз приезжали на фестиваль мнений, все были в восторге. Потому что когда ты зовешь людей, приглашаешь, рекламируешь, очень трудно передать это состояние, которое есть у людей во время фестиваля. То есть когда на одной площадке собирается очень-очень много людей, когда рядом с тобой может сидеть там министр, например, и в то же время простой какой-то деятель, дети. То есть такое ощущение, что весь народ собирается в одном месте, чтобы послушать какую-то актуальную тему и высказать свое мнение. Ведь на фестивале нет организаторов и слушателей. То есть все участники фестиваля. И если вы приедете, то, в принципе, вы будете полноценным участником. У вас есть возможность задать вопрос, высказать свое мнение, поделиться с кем-то своим каким-то предположением. То есть, в принципе, это такое хорошее место, чтобы себя открыть. В общем, можно обсуждать не на кухне. Можно. Ты говоришь спросить, поделиться. А что происходит потом, когда какие-то проблемы высказаны? Они как-то реализуются? Какие-то решения находятся? Это очень частый вопрос, который задает фестиваль мнение. А что же потом? Что приехали, поговорили? И какие же результаты? На самом деле есть примеры, когда участники дискуссии, которые сидят на площадке, конкретно разговаривают с людьми и получают от них такую обратную связь, информацию, например, о своей деятельности или о своей организации, которую они не знали до этого. И тогда они уже начинают внутри своей организации решать эту проблему. В этом году на фестивале будут специально такие площадки, несколько дискуссий, где будет поставлен вопрос, проблема, участникам будет предложено ее решить, и потом тогда будут выбирать подходящее решение, чтобы все-таки был конкретный практический результат. Но мне кажется, что уже вот этот момент, когда люди готовы обсуждать, обсуждать разные стороны, готовы обсуждать одну проблему, это уже очень важно, это первый шаг к решению ее. Спасибо тебе большое. В заключение я хочу спросить, как среди этого моря дискуссий есть ли способ сориентироваться и составить свою программу, понять, что тебе хочется? Да, если зайти на сайт фестиваля мнения, arvumsfestival.ie, то можно найти рубрику «Программа», и там выбрать и по датам, и по языку обсуждения, и по темам, и по площадкам, и составить свою программу. Ее можно распечатать, так как на фестивале мы все-таки больше говорим, не пользуемся телефонами и компьютерами, и вместе с этой программой прийти и уже посетить те обсуждения, которые вас интересуют. Спасибо, вам предстоит еще немножечко напрячься и подготовиться, а нам предстоит приехать и выступить, и послушать, и обсудить, и мы будем рады это сделать. У нас в гостях была Екатерина Калиничева, представитель фестиваля мнений. Приглашаем всех, приезжайте, участвуйте, и до встречи, Дигитарк! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!